здравствуйте здравствуйте вы на моем youtube канале меня зовут алена я медицинский психолог нутрициолог и сегодня мы с вами говорим про такую номинально важную тему как избавиться от тревоги и как с этим действительно справиться как выключить вот эту самую тревожность и возможно ли адекватно реагировать на стрессовые ситуации не вгоняя свой организм в хроническую тревогу в хроническое состояние стресса депрессию и так далее если человек хронически находится в состоянии бей или беги то появляются проблемы со сном ухудшается память и я заметила что очень многие люди которые имеют тревожные расстройства они имеют плохое питание как бороться с тревожностью конечно это прием витаминов группы b а в особенности витамина b1 это максимально важная вещь магний помогает успокаивать надпочечники бороться с тревожностью адаптогены растительные вещества повышают стрессо устойчивость но у меня в практике есть те клиенты которые максимально зациклены на других состояниях и тревожности стресс это то что может меняться меняется дыхание меняется состояние меняется эпителий сосудов и я заметила что люди в состоянии тревожности очень очень часто употребляет стимуляторы истощая в организме запас питательных веществ нужных для поддержания стрессоустойчивости организма и когда мы с вами говорим про эти вещи очень очень важно начать работать чем с пробиотиками бактерии в нашем организме производят витамины группы b аминокислоты которые превращаются в нейромедиаторы нейромедиаторы успокаивают нас помогает лучше спать и не испытывать бессонницу магний помогает я сказала успокоить надпочечники но помимо этого очень очень многих я заметила есть проблемы с хроническим стрессом и до хронический стресс и хроническая тревога зависит от некоторых вещей которые я действительно вам сегодня расскажу и первое что нужно знать люди думают при стрессе нужно больше кислорода на самом деле при стрессе важен баланс между кислородом и углекислым газом чтобы кислород поступал в клетки нужен углекислый газ и как понять что у вас просто кортизол для этого нужно сознательно преодолеть автоматизм дыхания и самому взять над ним контроль начать регулировать ритм дыхания и при стрессе делать глубокие вдохи и выдохи лучше дышать диафрагмой следующее для того чтобы усилить полученный эффект очень очень важно работать с хронической тревогой и да вы об этом был отдельный мой курс о том как помочь себе при тревожном расстройстве и как работать с этим всем я рассказывала про болезненную печень про сахар про энергетики про кофеин в общем все в моих видео роликах вы можете найти так как я профессионал считаю своего дела я развиваюсь в двух областях это нутрициология и психология почему нутрициология потому что многие мои клиенты невротики а в современном мире это нормально но они не знают простых вещей на которые бы годами ходили только в какую-то терапию не работая с пониманием того что вы получаете